Сергей Бадюк – это человек, которого я знаю какое-то уже, наверное, неприличное количество лет, я сейчас не вспомню. И человек, которого я с гордостью называю своим другом. С гордостью, потому что очень во многом Серега является для меня примером. Примером трудолюбия, примером многофункциональности, примером целеустремленности. Это человек, который каждый день доказывает в первую очередь себе, что он чего-то стоит. И это на самом деле здорово. Я помню, как мы приехали с ним на Окинаву первый раз. Он приехал снимать сюжеты моему учителю Морю Хигаван-сенсей. И одновременно он очень хотел потренироваться в Додзюх-сенсей. И мы стояли с ним в одном строю, плечом к плечу, он отпахал все тренировки. Но меня поразило другое. Хигаван-сенсей достаточно закрытый человек, и он Сергея видел тогда первый раз в жизни. Для него он был просто человек, который приехал из России снимать о нем фильм. Будолка, который, да, занимался каратэ, но тогда еще другим видом. И который просто пришел к нему в зал и стал тренироваться. И вот что-то произошло. Причем я потом спрашивал у сенсея, что произошло. Он сказал, я увидел человека с очень большим сердцем. После того, как Сергей уехал, на стене Додзюх появилась еще одна табличка человека из России. И если до этого среди его учеников, что для меня огромная гордость, висела моя табличка, то теперь отдельно висит табличка, на которой написано «Каны Сергей Бадюк». Почему отдельно? Потому что Сергей как бы не является постоянным учеником Кигаона-сенсея, но при этом он произвел на учителя такое впечатление, что он заказал табличку, и он сказал, что этот человек может всегда, в любое время, когда он приедет на Окинау, прийти ко мне в Додзю и тренироваться, как мой ученик. Этот случай стал для меня очень важной такой отправной точкой, потому что я доверяю своему учителю, я доверяю его суждению о людях. Этот случай, он стал для меня очень важным, потому что мои впечатления о моем друге – это некая накопленная сумма знаний. Я видел его в разных апостасях. Я видел его на тренировках, я видел его, как он ведет дела, я видел, когда он запускал новые проекты, и я понимаю, насколько это цельный и сильный человек. Но здесь мой учитель видел его впервые, и он что-то в нем разглядел. Он разглядел в нем вот эту вот внутреннюю силу и вот это вот большое сердце. И это было по-настоящему круто. Сергей Бадюк – это явление, на мой взгляд, как в отечественном спорте, так и в отечественной культуре. Явление, которое должно было произойти. То есть, если бы не появился Серега, ну, наверное, появился бы кто-то другой. Но я очень рад, что именно он стал таким явлением. Явлением, которое стало фактически очень серьезным двигателем, очень серьезным толчком для развития боевых искусств в нашей стране, для развития спорта, особенно молодежного в нашей стране. Потому что я не знаю другого такого человека, который так много и так часто себе в убыток сделал для развития здорового образа жизни, для пропаганды этого здорового образа жизни, для развития боевых искусств, для развития единоборств в этой стране. Это по-настоящему круто. И я еще раз хочу повторить, что я очень горжусь тем фактом, что могу называть его своим другом. Я очень горжусь тем, что нам удается иногда вместе тренироваться. Я очень надеюсь, что это будет продолжаться. Для меня очень важна его искренняя любовь к карате, потому что я верю, что это система, которая может менять людей. И я очень надеюсь, что впереди его в первую очередь, и я надеюсь, я тоже буду иметь к этому отношение, ждут замечательные проекты, свершения и совершенно новые замечательные дела. Вот, наверное, и все. Продолжение следует...